Девочки, всем привет! Как у вас дела? Вчера пошла в парикмахерскую, покрасила волосы, сделала три этих косичек. Ну, жарко очень. А очки-то нельзя одевать из-за носа. Недавно операцию сделала носа. Но я сейчас вам расскажу. Прикол другой. Я мою основную работу закончила. Никогда вам не показывала в обед, что делаю. Сейчас иду на халтуру. Ну, все-таки 15 евро в час. Лучше заработать эти деньги, чем дома сидеть. В общем, в такую жару. Ну, конечно, хотела бы сейчас холодную и там клары выпить. А нельзя. Работать надо. После работы выпившего-нибудь холодного там. За вас тоже выпив пивка. Конечно. Потом, говоришь, не худею. Ну, нахрена эта худейка, если есть пивевка? Ой, девочки, я вчера на свою пятую точку нашла проблему. Там с одной испанкой. Короче, я ее на место поставила. Короче, украинка увела ее мужа. И все украинки виноваты. В том числе и я, что я с Украиной, и с Арменией, и с Советского Союза. Вчера, когда в парикмахерске была, приходит одна испанка. Когда ей плохо, она меня вспоминает. В общем, Алина, когда закончишь, давай поговорим. Что-нибудь выпьем. Я говорю, я ничего не смогу выпить, потому что я работаю. Я не хочу так долго засиживаться. Вот дедушка как играет на гармошке. Вообще, после работы пошла. Думаю, что там они уже чуть, смотрю, с одной сидит. Уже так хорошо там выпильки они. Давайте я вас переверну, да? Я вас перевернула, потому что неудобно. Солнце мне в глаза. И, короче, еще больше хмурюсь. В общем, села. И она говорит, ну, познакомься, это Алина. Она из Украины. Говорит, о боже, только не это. Ты не обижайся, но я, типа, с украинками вообще, вот, с русскоговорящими не хочу дружить. Я говорю, почему? Что случилось? Я говорю, ну, я родилась, в общем, в Арцахе, в Армении. А так я из Украины, да, и с Армении, говорю, и везде было, и в России. Так что для меня, что плохой нации нет, и есть плохие люди. Она, о боже, я с мужем живу столько лет. У нас общий ребенок. Когда свекровь заболела, у нас за Барселоной была квартира. Ну, вот, нам надо было женщина, которая будет ухаживать за свекрою. В общем, нам рекомендовали Татьяну. Как они говорят? Татьяна, Татьяна. Таня, Таняна. Таняна. Таняна, украиняна. Говорит, пришла такая хорошая. Приблизительно, говорит, такого возраста, как мы. Ну, а они там, ей 58. Ну, она очень хорошо смотрела за свекровью. И муж был доволен. Да, она и хорошо могла смотреть. И готовила, и убирала, и за ней на коляске вывозила. И все было хорошо. Но мой муж начал часто пропадать. То он не хочет ужинать, то он с мамой ужинает, то он еще где-то ужинает. Говорит, я начала думать. А потом думаю, да нет, а мы же когда едем, эта женщина нам стол накрывает. Ой, садитесь. Я вот этого, вот это, вот это. В общем, она говорит, я начала замечать, что мой муж ко мне очень холодно относится. А я на нее смотрю, думаю, я бы тоже холодно бы осталась, отнеслась бы увидеть твое, в общем, кольцо. В общем, и говорит, как-то была суббота, я все сделала. Она не ходит на работу, у нее депрессия. В бар идти пить бокалы, депрессии нету. А работать депрессия. Ну, вы поняли, да, испанская депрессия, это не идти на работу. Да, и подруга же такая ее. В общем, говорит, в субботу муж пошел проведать маму, а это Татьяна, говорит, она субботу до обеда работает, с понедельника до субботу до обеда, а потом она ей идет отдыхать, другая девочка заменяет, а потом она в воскресенье обратно поступает. В общем, говорит, муж сказал, та вот с мамой, говорит, ну я тоже пошла, поехала, посидели, ну а потом, говорит, вышла в бар. В бар, чтобы выпить, ну, наверное, она говорит, кофе, но не кофе, бокал свой. Говорит, и вдруг, и там бар меньше, говорят, ой, Монсе, смотри, уведет тебе твоего мужа эта украинка. Говорит, а нет, не уведет, как это, не может быть. Говорит, да, да, уведет, потому что очень странно, они часто тут в этом, в баре сидят, засиживаются. Она говорит, я как-то не обращала внимания. А потом, через месяц, говорит, я вижу, что он вообще по субботам вообще теряется. То с друзьями, то падала играет, то еще что-то. Говорит, ну вот, решила вечером съездить в вот этот бар, где подруга говорила, что они часто здесь свеживаются. Так как украинка в этот день не работает, отдыхает, она должна идти по своим делам. Говорит, приезжаю, а она с моим мужем сидят, заказали себе кучу этих пика-пика, ну, как бы, чуть того, чуть того, чуть того, венца и пива, и ха-ха-ха. Она меня, когда увидела, быстро сбрынула оттуда, потому что не хотела скандала. Я говорю, ну, просто, может, они сидели и разговаривали. Говорит, а что, они не могут во время работы разговаривать? Говорит, нет. В общем, я мужу сказала, я тебя дома жду. А муж пришел, сказал, я уже устал. Я все же искал женщину, которая будет именно вот женщиной. Я нуждаюсь в женщине. В общем, он меня бросил с ребенком. Да, он мне подкидывает какие-то деньги. У меня сейчас вообще депрессия. Я не могу на работу пойти. На суды, короче, она их. И суды, короче, бедные. Я говорю, зачем ты с ней судишься? Я, говорит, должна сделать так, чтобы эту украинку отправить, типа, в Украину. Я говорю, что ты добьешься? Она говорит, ну, твой муж виноват, что с ней связался. Вот тоже с... Она, вот я приду, твоего мужа заберу. Я говорю, ну, если он дурак, пойдет с тобой. Что я могу сделать? Я же не пойду судиться. Она уже его и столько раз хочет эту квартиру забрать. Типа, у нее депрессия. Хочет, чтобы он оставил и ту квартиру, и эту квартиру. И платил ей пенсию пожизненно. Типа, она из-за него на депрессии. Никак не может идти на работу, не может поправиться. Я думаю, да, хорошо. Думаю, хорошо, хорошо, думаю. А сидеть, в общем, напиваться у нее не депрессия. Так что, девочки мои, осторожны. Я как-нибудь вам расскажу, какие эти разведенные испанские женщины и на что они готовы. Ладно, я захожу на работу. Всех целую, всех люблю. Всем пока-пока.